Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас проходит цикл бесед, вопросы и ответы. Называются они «Во свете Библии». Православная Библия, 77 книг, перевод 1876 года. Ну и сейчас идем, у меня вышло «Вопросы и ответы» книги «Открытым оком». Это 30 томов в бумажном варианте. 4124 вопроса. Я попросил брата Игоря Добунова посмотреть. Некоторые вопросы требуется расширить. И вот мы сейчас этим будем заниматься. Пожалуйста. Первый вопрос. Первый том. Вопрос из первого тома, 296. Скажите, пожалуйста, где можно прочитать о том, что в интересах масонов будут строить храм Соломонов? Эти вопросы мне задавали, я вел занятия в разных университетах, во всех отделах милиции, воинских частях. Три радиопрограммы на заводах, фабриках. И у меня тысячи, тысячи вопросов. У меня слух ослабленный, и поэтому всегда только в писенном виде подавали записки. И у меня их накопились там за несколько лет. И потом вот так вот получилось, что пришлось создавать книги. Многие очень люди просили. А записи, ответы. Ходили люди, которые записывали все на магитофон. И он записал за несколько лет, пришел, эти коробки мне подарил. Подарил просто даром. А потом уже с них было распечатано. Вот что означает во свете Библии? Я как бы с упреком обращаюсь ко всем, которых я вижу в интернете. Как отвечают? Отвечают так, как им вздумается. Они забывают или не хотят знать, что люди пришли не ко мне. Они хотят знать и ответ в конечной инстанции от Бога. А этот ответ мы можем получить только из Святой Библии. Но я православный, я пользуюсь житьями святых, творением святых отцов и канонами Вселенской Церкви. Добавляю к этому. Пожалуйста. Что значит прочитать о том, где можно прочитать в интересах масонов, будет строиться третий храм Соломонов? Во-первых, кто такие масоны, надо людям объяснить. У меня это в книгах все объяснено. Их возникновение. Что они говорят, а что на самом деле делают. Что означает комитет 300. Что означает вот эта глобальная система, что сегодня общий европейский дом, новое мышление. Потому что это все одно и то же. Масоны принимают все нации. Но эта структура такая, что это предбанник, так скажем только. Гитлер был масон. И Черчилль масон. А насмерть воевали. Один другого готов вешать будет. И какое? У их общества фули было, у других другое. Там Красная Звезда или Северное Сияние. Рылеев там все эти. Все масоны были. Чего они хотят? Кто их образовал? Я разговаривал с евреями, которые не признают масонские, протоколы сионских мудрецов. Я говорю, а почему не признаете, что это действительно такой план был? Ну как? Да это же царская охранка подкинула и все. Не трудно догадаться, что царская охранка умная была. Хорошие они подкинули документы. Сто лет проходит и все точно так же исполняется. Это лучшие специалисты по экономике, в литературе, в политике должны были быть там, которые составили план, а потом по всему миру всех подчинить своей идее. Вы понимаете, царской охранки-то давно нет, а все выполняется, как они говорят. Значит, царская охранка осталась жива, где-то она есть. И давайте посмотрим, ну, с вашего рассуждения-то. Вот теперь все это, в конечном счете, сконцентрируется на последних строках Библии. Это апостол Павел говорил. Я сейчас буду отвечать во свете Библии. Что означает этот храм? Какой он? Для кого нужен? Почему? Это знаковое событие. И сейчас событие в Израиле как раз вокруг него. Да Израиль где угодно может храм построить. В любом городе. Но они нигде не будут его строить. И не потому, что это место такое, там энергетика. Это все плетут, что не надо. Дело другое. Читаем. Мой ответ. О том, что антихрист сядет именно в храме, узнаем из Библии. Все. Во свете Библии. Вторая фессалоникийцам, вторая глава, четвертый стих. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Какой храм? У христиан 2000 лет однозначное мнение. Он воссядет в Иерусалимском храме. На том самом месте, где храм Соломона был. Его могут разрушать. Будут восстанавливать. Но он именно туда придет, когда он будет восстановлен. Конечно, еретики, сектанты это не признают. Для них антихрист это папство. Да какую голову надо иметь, чтобы не понимать. Один и два они считать не умеют. Написано, человек греха. Не человеки, а у них ряд пап. Что я доказываю? Какая-то академия, заокская. Какая академия? До трех считать не умеют. Человек греха. Дальше сын погибели. Ну, сын и сыновья. Даже любой знает. Один и два или три. И здесь. Сейчас мы будем говорить, это сядет человек. Выше всего, называемым Богом. Его еще нету. Выше Бога никто не знает. Наместник Бога. Но наместник это не выше. Ну, адвентисты седьмого дня. Хорошие люди. Прекрасные, здоровые. У них все есть. Но это-то могут они увидеть-то. А почему они не могут увидеть? Потому что любая секта, это порождение сектантского масонства. Оно отсеклось от еврейского корня. И они образуют все эти новые секты. Вот это родновера и другое. А православие откуда? Православие тоже идет оттуда, но только идет от Христа. А это идет то, что сегодня делать замысла. Раздробить христианство. А могли они не раздробить? Могли бы, если бы православие было, какое должно быть, и учили бы людей. А добра, говорит, не ищут добра. Дальше. Этот храм по счету будет третий. Первый построил Соломон, а разрушил его на выходом от Солома. Интересное дело. Я спрашиваю сектантов. Я 50 лет занимаюсь проповеднической деятельностью. Это мне давно дар этот такой с детства был. Еще с четырех лет я уже старался другим братьям и сестрам говорить о Боге. Хорошо. Спрашиваю сектантов, руководители. Скажите, а Христос приходил в храм, кто его построил? Как кто? Соломон. Да как Соломон построил-то? Мы сейчас увидим, не стал. То есть знаний никаких фактически нет. Держат в руках Библию, что-то листают. Ну, некоторые ответят еще. А когда говоришь дальше, дальше полная тема. А масона, а зачем нам это нужно, это политика? Нам политику не надо. Главное любить друг друга. Любовь, любовь, любовь. А какая у тебя любовь, когда все церковь, что имела сокровища, полторы тысячи лет больше, вот так вот спихнули со стола и все. Никого не судите. Да вы осудили за сотни миллионов людей, что церковь, она не туда шла, а сами ничего не знаете. И далее. Считаем. Третье царство, 6 глава, 14 стихи. И построил Соломон храм и кончил его. Вторая параллель поминутая, 36 глава, с 11 по 19 стихи. 21 года был Сидете, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремию пророком, пророчествовавшему от уз Господних, и отложился от царя Навоходунасора, взявшего клятву с него именем Бога. И сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Вот остановимся в этом. Говорят, не подчинился, не слушал кого? Иеремию. Но Иеремия же не Бог. Значит, из него Бог говорил. Но это мы говорим, но тогда-то на него плевали, сморкали и ноги вытирали. Это всегда было так. И кого из пороков не гнали отцы ваши, говорит Степан, побиваемый камнями. Сегодня та же самая история. Когда говоришь православие, да какое там православие, видите? Мы говорим о том, что Бог основал православие. Вы не знаете, что в этом слове. Вот, показываю, задираемый львами на арене епископ Антиохии, Игнатий Богоносец. Это тот мальчик, которого брал Христос, говорил, таковых есть царствие Божие. Он епископ, умер за Христа. Ну, у него шесть посланий, прочитайте хотя бы одно. Вообще ничего не надо. Вот это и есть скудоумие сектантское. Узкий взгляд на истину. Да, они ищут истину, но где они ищут-то? А они ищут в самом себе, самими с собой, сравнивая себя неразумно, как Павел говорил. И дальше. Да и все. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме. То есть дом этот был осквернен, как сегодня храмы, где бы то они ни были, торговля, что попало там в храмах этих идут, нечистые женщины, и в брюках, и, ну, не соблюдается ничего. Есть пойти общее. Народ ничего не знает. Колдуны, абортницы, все лезут туда. И это так просто не будет. Это же что строят, где-то храмы. Это все будет разрушено до основания. Почему? Да мы видим. А это нам пример. Господь говорит, если не покаетесь, так же погибите. И послал к ним Господь Бог отцов и их посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его. Да коли не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. Вот в этом состоянии сегодня находятся не один только наш русский народ, но и другие. И Господь поступит так же, как поступал тогда с богоизерным народом Израиля. Мы-то чем лучше их-то? Точно так же отступали, не слушали, Бог посылал. Ну, были же люди, которые говорили. Были люди, которые свидетельствовали, никого не принимали. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его. Да коли не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. Этому народу нет спасения. И мы должны это видеть. И это принять от Бога, мы заслужили это. Как написано, был такой когда-то пустынник, он молился, его имя не сохранила история. А в то время к власти пришел Фока в Греции. Высший полковник, как Муаммар Каддафи, сверх другого, сам вассорился, но оказался не такого характера. Страшно злой, как Ленин, примерно, чудовище это из Ульяновска. Что он сделал? Он убил царя, всех детей его, мальчиков и девочек. И царицу убил. Ну, все как вот, царское семейство было расстреляно. И праведник в пустыне молился, Господи, ну почему такого дал злодея, всю страну разорил, всех убивает, преследует, кремлевский горе сусатый. Что с ним делать? И Бог, наконец, заговорил, говорит, я искал долго, кого поставить над ними, наказать этот народ за богоотступничество. Если бы нашел хуже Фоки, поставил бы его. Но я не нашел, так в нашей стране. Были бы другие депутаты, были бы избранники народа, президенты. Бог дал то, что нам нужно как раз. Дал бы хуже, но не нашел. Поэтому страна в разоре. Поэтому заработавшие пенсии достаточно не обеспечены, чтобы куда-то в гости даже все здесь сидят. Ветераны, было же время, вот недавно еще по помойкам лазили. Дал бы хуже, но не нашлось. Сегодня интервью Чубайса показывают, я убивал и буду убивать дальше. Ну что? Что на этом можно сказать? О чем он сказал, я не знаю. Ну в интернете выставлено, ну и видно, что не из благодетеля России эти товарищи. И далее. И он навел на них царя Халдейского. И тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их. И не пощадил ни сидеки, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку его. В руку его. Навел кого? Навел царя Новгорода Норса. Кого навел? Гитлера. И не пощадил никого. Четыре с лишним миллиона только пленных в первый же месяц было. Такого в истории мира никогда не было. Таких армий-то не было. Но Господь повернул по-другому. Разве он думал тоже, что у него-то разобьется вся его мечта. Не обо что. И все сосуды дома Божия, большие, малые, сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все перенес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима. И все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. Вот храм Соломона, в который Соломон строил. Где он? Кто в него мог прийти? Ничего нету до фундамента. Дальше. Был построен второй храм Заравелев называется. Считаем. Из Акииля, 41 глава, 42 глава Агея, 1 глава с 1 по 2 стих. Во второй год царя Дария, в 6 месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафееву, правителю Иудея, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Салафеев. Так сказал Господь Салафеев, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Так, и дальше 2 глава. Дорогей продолжается, 2-й, 4-й стихи. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафееву, правителю Иудеи Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Он говорит, что он маленький, совсем не такой какой был, но старики-то вернулись, они еще в тот храм-то ходили, да какой это храм-то, совсем маленький, но он им говорит. Но ободрись, ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Салаф. Дальше. Этот второй храм разрушил Веспасиан, римский император и его сын Тит в 70-71 годах по Рождеству Христову. Вот в этот храм второй и пришел Спаситель наш Христос. И вы видели какой тот храм, да? Видели? Большая слава, великолепие. Но второй храм поменьше совсем, но славы его будет больше. А какая слава? Там же все было золотое. А я считал где-то отчет, насколько достоверно, но взял золото, которое Соломон доставал, и которое у Давыда было, около двух тысяч тонн золота ушло. Тонн. И около десяти тысяч тонн серебра. Невероятно. Это может ли быть так? Но там щиты какие были, крыша, стены все обложены щитами. Там хоть полметра золота насыпай. Вот как было. И теперь все разрушено, ничего нет. Разрушил его. Теперь. Лука 21 глава 5-6 стихи. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал... Я-то зря ты сделал так. Но ничего, говори. Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Конечно, к этому храму, который Ирод отстроил, относились благоговейно. Смотрели за ним, и вдруг все будет разрушено. Теперь читать. Прочитать о строительстве Третьего храма для Антихриста, и что этим занимаются масоны уже тысячелетия, можно в литературе, которая издавалась в Советском Союзе политиздательством. За кулисами видимой власти, ЦРУ против СССР, это Яковлева, а также Великое в Малом Сергея Нилуса, издание 1993 года в Ново-Николаевске. История русского масонства. Борис Башилов, 1993 год, издание Москва. Я этой темой занимался 14 лет. Всю дореволюционную литературу пришлось проштудировать. Советская много появилось, и заграничные, которые там издавали. В общем, противоречий нигде нет. Антихрист воссядет в Третьем храме. Он также будет называться Соломонов. Ну и сейчас мы видим, что в этом храме есть. И как они там будут приносить жертву. Телиться должна быть рыжая, ее пепел. И передавали вдруг. Приезжали раввины, в Америку смотрели, там особые генетики выводили. Рыжих телист. И они тщательно смотрели. Ни одной, ни красной, ни рыжей волосинки, чтобы не было. Специально приезжали два раввина, и осмотрели, и нашли таких две. И говорят, что теперь мы можем практически уже, ну только осталось построить-то. Они со всех сторон всю эту подготовку ведут. Завладеть богатствами всего мира. Еще доказывать надо, кто миллиардер, что значит семей банкирщина. Куда делся 70 лет, Советский Союз строил, строил, и нигде ничего нет. На кого работали-то 70 лет-то, кто его приватизировал-то? И кому оно достанется? Теперь прямо об этом не кто-то, а Березовский говорил. Я ничего не знал. Но проснувшись утром, я понял, я несказанно богат. И вот стоят машины здесь, показывают, 2,5 тысячи сегодня направлено, что все мои машины. Обыкновенный чертежник. А кто назначал? Ну, братки в Америке, это члены мастонской лужи. Да что мы должны сделать? Да ничего не сделать, что это разнарядка от бога, это план. Нам главное спасти нашу душу. Да кого не патриот? Я знаю, какие слова говорят. Что слово патриот? Патр это отец, а патриотизм это защита отечества. Какого есть Отечество Небесное? Если земное, то была возможность вернуться. Прямо апостол Павел в послании к евреям изъясняет. Нужно быть патриотами Царства Небесного. А тут мне никто не помешает. Я знаю абсолютно все, что доступно знать. Но масоны это главное, никто. Они совершенно... Ну, а Маргарет Тетчер, вот она железная леди, вот сейчас ликует там с бутылками, что она наконец-то умерла. Теперь она в воду горит. Ее будет, кажется, 15-го. Сегодня, наверное, 11 апреля, вот, 2013 года. Как она всем досадила, то пенсию уменьшала. Но она масонка высшего посвящения, как Черчилль был. Ну и это всего лишь пешки в предбаннике. А что дальше? Дальше что? Сианизм. А еще дальше что? Ну, глубже. В Ливии на колено. Еще охота дальше. В Ливии на колено три избранника. А она еще выше. Она выше уже антихрист. Вот примерно какая есть структура. Они могут там делать. В одних 33 ступени посвящения масонства, в другом 99, в каждой ложе они по-разному. Но суть одна. Подготовка антихриста. Под разными лозунгами. Вот это сегодня индифферентность такой в людях насаждает. А вот давайте толерантность насаждать. О чем говорят люди даже не знают ничего. А они смотрят и смеются над нами. Нам нужно только одно. Испомниться Духом Святым, приняв Христа, пустив его жизнь свою, жить по заповедям Христовым. А будут они там завтра восторят или меня не касается. Моя задача не принять эту печать антихриста. Это начертание. Зверя. И быть верным Богу. Приготовиться достойно умереть. Все. Быть подобным первым христианам. Вот что мы знаем. Теперь второй вопрос. Вопрос 309. А десятина с детского пособия усматривается? Видите, какие разные вопросы задают люди. Вот. Мой ответ. Бог установил во всем строгий порядок. И в природе, и в жизни людей, и во взаимоотношениях. Везде соблюдаться должен статус человека. Его табель о рангах вручается ему не человеками. Десятина это божественное установление. Православные даже никакого понятия об этом не имеют. Я как-то говорил, ну а почему вот собираются где-то разные религиозные деятели. Ну православные же есть там какие-то люди-то. Собрались бы вместе и сказали, ну не все же в нас-то, если у других хорошее. Давайте специальную комиссию назначим, чтобы они ходили на собраниях. Баптистам, адвентистам с руководством были. Книги их считали. Ну распределить по отдельным сектам. И самое хорошее, что нам нужно православным это принять. Но ведь никогда не пойдут на это. Все должны что-то только от нас принимать. От нас они могут принять толкование Писания, каноны Церкви, рукоположение священства. Ну зачем им толкать мощи? Зачем им об иконах говорить-то? Ни одного слова о мощах мы не можем доказать-то. И надо молчать. Нам только надо научиться молчать. А хорошее принимать. Ну чтобы по-христиански было. Я знаю, здорово было бы, если бы не пили. Не пили люди алкоголь. Но по-мусульмански мы не можем делать. Он не так делает, зарезал его. Там не так делает, зарезал его. Мы не можем делать. У них там положено по Корану. А у нас-то не положено это. То есть хорошее брать такое, чтобы мы по евангельским принципам могли бы это выполнить. Дальше. А десятине. Левитам 27 глава 30-й, 32 стихи. И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятая, должно посвящать Господу. Принадлежит Господу. Я вот статью показываю. Люди не могут понять следующее, что я, допустим, заработал 100 рублей. Ну, теперь умножай, там, тысячу или сколько. 10 рублей мне никогда не принадлежало. Написано, оно принадлежит Господу. Я заработал 90. Бог положил десятку, чтобы я сам своей рукой вернул ему. Приучает нас к добру. Он мне это дал. Мы себе сами не принадлежим. Но ребенку вот идем, ну, нужно подать нищему. Я же могу просто подойти и дать. А другое дело, чуть маленько подальше отойти и ребенку рассказать. Вот этот человек, это не пройдоха. Он недавно попал в аварию. Вернулся домой, а дома, ну, дома у него большая беда. Авария такая была. Он был учитель. И уволил одного кочегара. Ну, кочегар пришел к нему. Ты меня примешь на работу или нет? Ну, я тебе уже 10 выгоров дал. Ты пьешь, школа замерзает. Ну, как работать-то с тобой? А он вдруг из-под полы вытаскивает, обрез приготовил. Прямо в лицо ему выстрелил. Он чудом остался жив, но зрение-то лишился. Он еще из больницы не вышел, а жена, дочь прокурора, уже имением все захватила. Прокурор ей это помог. И он оказался на улице, директор школы. А то считать невозможно без слез. Директор всеми уважаемый. И как комсомольская правда это пишет, показывает. Ну, того там, кто стрелял, ну, посадили, сколько-то дадут. Он остался коллегой, инвалидом первой группы. И вот ему подать надо. Но можно послать ребенка и рассказать вот эту его историю, чтобы сердце ребенка сочувствующим было. И подошел, и сам подошел, назвал его Иван Якифорович. Вот папа вел передать вам, да подать не рубль, а больше. Вот сердце ребенка здесь это ухватит и будет помнить всю жизнь, что в беде Бог не оставляет своих людей. И потом еще подойти рассказать, ребенку сказать, как он, а он такой страшный, у него лицо такое, все. Так в него же стреляли. Он очень мужественный человек. Давай с ним поговорим. То есть ребенка подготовить к этому страшному виду человеку. Это работа, огромная работа. Я пока к этому обращаю. Нам не принадлежит эта десятину, отдали мы этому Ивану Якифоровичу. И Бог говорит, вы меня обкрадываете, десятинное приношение. У нас в православии все воры, до единого. И священник должен отдавать десятину с того, что... Отдавать десятину с того, что жертвуется. А в этом вопросе кто? Ну, адвентисты седьмого дня не воры. Иеговисты не воры. Те, которые оплатят десятину. В этом они правы. Десятина установления Божия. А торговля установления человеческой прихоти. Десятину Бог утвердил. А торговлю из храма Бог выгнал. Нет, мы все. Теперь куплю, продажу. Продать, купить, принести. Слежками обставились. Дивиденды в 2000% дохода. Крестиками разными. Кто мы такие перед Богом? Ну, давайте один раз взглянем на себя. Покритичнее. И дальше. Числа 18 глава, 21 стих, 24 стих, 26 стих, 28 стих. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля. За службу их, за то, что они отправляют службы в скине и собрание. Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Значит, десятина Богу принадлежит, а десятую часть, что священник получил, обязан возношение Господу сделать. Выполняют они? Нет, конечно. А кто-нибудь отменял? Никто не отменял. Десятина написана вечное установление. На как в Новом Завете? Да никак в Новом Завете. Сто процентов отдавали. Приносили, продавали имение, к ногам охотства полагали. Вот какой пример был показан. Я нынче вот в одном месте был, у сектантов. У него девять ребятишек, мало-мало-меньше. И он мне говорит, я всю жизнь плачу пять десятин. Пять! Каких же мы пред Богом будем, если мы не достигнем праведности книжников и фарисеев? Господь говорит, ни один не может войти. Вот она теперь ответ где-то. Они приносят возношение перед Богом. И ты прими это к сердцу. Ты обязан отдать. Это не твое. Десятина изначально нам не принадлежит. Образно сказать так. Бог является участником всех дел наших добрых. Всего, что есть у нас. Он дал жизнь, дыхание, землю. Все, что есть у нас в этом. Его не часть, а все от него. Им и к нему. Но Бог просит, требует учиться делиться с Ним. Мы заработали на сто рублей. И в это Бог вложил свою часть, назвав ее десятиной. Это не наше изначально. Это Он благословил и дал нам заработанное нами 90 рублей. И приложил к тому свою десятку, чтобы мы своими руками передали ее священнику. Все. Дальше ты в радости можешь 90 брать, а десятку сразу же, пока еще не распочал сотню, отнеси Богу в храм на содержание священства. Чего тут не ясно. А от чего? С заработков твоих. Не с детских. Ребенок не может зарабатывать. Это его молочишка. Мальчишка. Пенсия твоя, это твой заработок, который ты вложил в пенсионный фонд. С нее непременно отдавать десятину. Десятину все. Притом, кто-то придумал, а вот удовы не брать, да как не брать? Она пришла, положила все пропитание свое, и Господь похвалил ее. Ну, считайте Евангелие. В Израиле было очень много вдов. А ее... Да вдова работает на огороде где угодно. Это ее. Там же нигде в говорах не сказано, что до 50 лет платите, а потом все себе гребите. Вдова так же пользуется солнцем, так же землей, так же водой. Все, что Бог дает. Дыхание, жизнь, все от него. Все вдовы, сколько бы ни зарабатывали, должны давать. Только у меня совсем мало останется, у меня пенсия маленькая. Вот эти слова-то ты зачем говоришь? Бог сказал. Бог сказал. Почему ты споришь с этим-то? Да ко мне не будет хватать. Я не мчусь к этому добавить. Тебе не хватает, поэтому ты обратись к священнику и скажи, батюшка, я десятину отдаю, но у меня не хватает. Пусть он тебе даст три десятины. Пусть он увеличит твою пенсию в десять раз. Это можно сделать. И такие должны быть пастыри. Но ты должна отдать. А дальше уже, дальше просить Господа, чтобы он тебе подал. Теперь тебе Бог даст из своего пять десятин. Я в этом уверен абсолютно. Дальше. Второзаконие с больничного платить, со стипендией не платится. Второзаконие 14 глава, 23, 23 стихи. Отделяй десятины. Видите как? Остановимся. С больничного платить. Почему? А это от заработка больничная идет. Теперь. Студент, студент не работает. Но он может платить, не платить, как бы с прицелом в будущее, в дальнейшем будущее. Но он выживает. Студент на середке стоит. Может платить, может не платить. А как лучше? Лучше платить. Лучше. Потому что это дается на то, что в дальнейшем у тебя будет новая обязанность, ему не поставлено. Сегодня надо просто разобраться с этим. Дальше. Законие 14 глава, 22, 23 стихи. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно. И ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. Те люди, которые не дают, не отдают, там вдова или кто, это воры. Притом это святыня написано. Святыня означает святотатис. Внушаяся идол, говорит, святотатис, то есть у Бога крадешь. Это надо священникам день и ночь говорить. У нас были люди в общине, которые уехали в другое государство. Ну и там они стали ходить в храм, и пошла на исповедь такая сестра наша, в другом государстве. Ну и священнику десятина дают, а что за деньги? Говорят, батюшка, это десятина. Какая еще десятина? Ну Бог повелевает, что ты придумаешь, это же ливийное колено в Израиле. Батюшка, я так приучено не могу. Вы разве не же ливийное колено-то? Он не берет никак. А почему? Если он честно, он понимает, продажа сегодня должна быть закрыта. А он с продажей имеет в сто раз больше, чем от какой-то бабушкиной. Тем более они там разные требования, машины освещают, едут по домам. Это все делать бесплатно. Даром получили, даром давайте. А они берут за то, что называется благодатью. Я знаю, проезжали мы около города Николаевский, говорят, вот здесь отец Василий живет. Его уже несколько раз тогда был митрополит Сергий Одесский. Запрещал его. Он прищищает абортированных детей. Распашонку приносят, а он ее прищищает. Как он уже делал, я не видел. А еще что делает? Да много что он делает. А ему говорят батюшка, а что ж такая цена-то большая? Да цена-то благодать. Просто так-то крещеного. А я что делаю-то? Он назначил там тройную, четырехкратную стоимость. То, что он делает. Ну возможно ли это у баптистов или у кого-то? Мы совершенно не заботимся о спасении. Деньги, деньги, всюду деньги. Деньги. Как будто какие-то американские принципы в нашей жизни пошли. Ничего кроме денег нет. Какое право имеют сегодняшние священники скрывать это повеление Бога живого? О десятине я ни разу не слышал нигде проповеди. Притом вот как эта пошла платить десятину, не брал. Точно так же другое. Там в Кении где-то поехала сестра. Сообщает, говорит, батюшка не берет десятину, что мне делать? Как же он не берет? Это же его десятину. Он не берет. Но он знает, что это мелочевка для него. Иначе где он крутую машину купит-то? Вот почему. Единственная причина – коростолюбие и трусость. Притом священникам это выгодно. И они этого не понимают разве. Понимают, да ничего не могут сделать. Адвентисты могут, яговисты могут, евреи могут. Везде есть членство. А здесь проходной двор. Потому и не знают никого. Никто чужой платить не будет. Торговать научились. Я тебе деньги, а ты мне прости, боженька. Это так понятно в нашей торгашеской сути. Вот и все, с чем суть-то где. Вторая параллельпомент, 31 глава, 5 стих. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилю множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых. И десятин из всего нанесли множество. Там и говорят, и были груды, груды, два раза. Только из-за чего? Обнародовано, то есть сказано было повеление Божие, и народ сразу откликнется. Ничего не надо больше говорить. Мормоны знают. Православные ничего не знают. А из-за чего? Горе пастырем, пасущих самих себя. Устроили торговые комки. И поэтому не храм при святой Богородице, а комок при святой Богородице. Торжище. Вторая параллельпомент, 31 глава, 6, 12 стих. И израилетяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды, груды, и принесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всей точностью. Вот чего нам не хватает. Со всей точностью. Они отмеряли десять. Сколько будет? Вот, с мины, с аниса, там с укропа, все. А Господь говорит, главное-то оставили милости, чтобы за этим не скрывались они. Мне пришлось как-то быть рядом с... Тогда был еще епископ Иларион Капрал, который сейчас митрополит зарубежной церкви. И в это время какой-то пришел из них прихожан. Ну, я по разговору-то слышу, разговор не такой. Я говорю, да как получается так? Вот вы бритые, ходите редко, а еще я больше всех жертвую. Я говорю, да еще жертву эту Бог берет, и глаза Божьи закрылись, он не видит, что... Епископ меня сразу подержал, ну, конечно, это неправильно так понимать, что вот я жертвую многое, и мне многое Бог тут простит. Это твоя щедрость, она перед Богом и будет. Там люди-то не сильно богатые, но он богаче других был. Вот им все перенесли туда. Не имея. Твеннадцатая глава, пятая и двенадцатая стихи. Родители вернулись, они из пленения люди. Родители вернулись, евреи сохранили. Русские не знали, пошли в пленение, не знают этого. Пошли в рассеяние диаспоры, не знают этого, нигде не платят. А чем кищите-то тогда? Воры, сплошь, рядом одни воры, сто процентов воры. Вы обкрадываете меня, говорит Господь. И не простые воры, а святататцы. Отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладаны, сосуды и десятины хлеба, вина и масла. Положенные законом для левитов, певцов и привратников. И приношение для священников. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. Значит, можно было погородить это? Сами-то люди еще бедно живут. Ничего, все понанесли, груды и груды. Да если бы десятина-то была, ну понимаете, вот десять полновесных прихожан, десятину отдадут, у батюшки уже целая, он уже не беднее. Десять всех прихожан, их же не десять здесь ходит. Как все просто-то было. Да мало того, еще и с картошки, с малины, с огурцов, все приношение с поля надо принести. Вот мы ходим, малину собираем, начальник детского лагеря, 40 лет. И когда идем, мы обязательно заворачиваем мимо батюшки. Дети, пойдемте у батюшки благословения и спросим. И малины дадим, и батюшка никогда не берет. Да у меня своя малина, мне не надо. Но за то, что пришли, он всех нас благословит. Один раз пошли, другой другим путем внизу, а дети как закричали мне. А мы забыли к батюшке пойти за благословением-то десятину-то отнести. Ребятишки, которые совсем мирские, которые приходят, а ничего не знали. Ребенок это все принимает. И принимает с полным доверием. Вот так. Мы отварим варенье. Сколько варим, а после банки выстроим, и десятая часть, 10 банок. Одну батюшке. А батюшка эти банки, большую банку на мелканьке, и он едет, там и епископы, и священникам раздает. У него все есть, жена-агроном. Ему не надо. Но он обязан принять. Он скажет, да мне это не надо, ну тогда дело-то твое уже. Мы обязаны принести и отдать. Чтобы быть чистыми перед Богом. Не быть ворами. А с ворами Бог не имеет дела. И вот, которые не платят десятину, я с ними не хочу близко знаться. 49-й Псалом говорит, видишь вора и сходишься с ним. Как с ним? Если люди не платят десятину, должны быть соглашенными, выведены из храма. С ворами Бог дела не имеет. Это очень опасное преступление. Только не надо надеяться, как тот фарисей, что оплатил десятину с мелочевки, а ближнего в упор не видел. Бог через десятину ищет нас, а не нашего. А иначе можно и здесь погореть. Давать каждую неделю по две десятины. А толку-то... Вот как я говорил, вот так все, видите, это разговорно. А толку-то... Вот. Слова простые, понятные и просто так. Это я не за столом сочинял, сидел. Ответы. Амос 4 глава 4 стих. Идите и грешите. И умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро. Десятины ваши хоть через каждые три дня. Вот и все. Через три дня. А то же насмешка какая-то. И все равно это Богу не угодить этому. Почему? Вы далеко отошли от меня, говорит Господь. Через десятину Бог нашего послушания ищет приблизить нас. Пусть никто из слушателей не посчитает слишком пространным ответ на такой, казалось бы, простой вопрос. Дело в том, что православные люди не только не приучены искать ответы у Бога в его вечном и неизменном слое, во Святой Библии, но и противятся принимать истину. Поносят держащих в руках этот источник благодати, говоря, мы православные, а не баптисты, чтобы с Библией носиться всюду. Именно так и отвечают. Дальше. Для меня важно не то, чтобы вы слушали, что говорит кто-то из уважаемых вами простых смертных людей, а важно только то, что говорит сам Бог к нашим сердцам через свое неизменное вечное слово. Вот мнение Вседержителя о Десятине грозное и страшное. Малахия 3 глава с 8 по 18 стих. Вот много, но придется один раз выслушать. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. То есть от того, что платим десятину, зависит сколько колорадских жуков появится или нет. Какие жужелисты, какие черви, какие будут осадки падать, какие заморозки. Это все в десятине заложено. Это сакральный смысл заложено. Вообще не знают люди, но то и пропадаем, и Бог губит все у нас. Не урожай, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Дерзостные предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его. И ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Ну понятно. Поехал за границу, никого здесь нету. Засыпили его, он до Испании дорвался гусинский. Дальше, говорится, свалился на сторону. Этот был, гулял, пил, там его нету. И они себя так устраивают, издеваются на целой нации, и все им с рук сходит. Ничего, не завидую ему. Придет время, Бог поставит точку. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Тогда, когда Господь придет воздать каждому по делам его. Десятина, она святая, она усыновление Божие. И не платящий ее есть вор, святотатис. Вот для себя вот эти предложения два установить, и на этом все. Христос говорит о десятине, как о том нужно, что не нужно оставлять ее, а нужно исполнять. Матфея 23, глава 23 стих. Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты они сайтмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Кого того оставлять? Что имеет в виду? Милость, веру, суд или десятину? В любом случае о десятине говорит положительно, ее оставлять не надо. А где в Новом Завете? Вот в этом месте и говорится. Не надо было ее оставлять, а ее оставили, бросили. Платя десятину со всех своих прибытков, мы возвеличиваем досточтимость нашего священства, его причастность к самому Богу. Евреям 7, глава 2, стих 4 по 8. Которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салема, то есть царь мира. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов ливийных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев. Хотя и сии произошли от чесла Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. И здесь десятину берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Это уже в Новом Завете он об этом говорил. Дальше. «Через свещество мы возвращаем самому Богу его долю. Ревностные сыны Божии платили по три десятины священству строго обязательно, вторая на храм, на свечи, на даримую литературу, и третья на нуждающихся. Последние две ты можешь давать точно десятую часть или больше, или меньше. Кто щедро сеет, щедро и пожнет». Тавита. Первая глава шестой, седьмой стихи, пятая глава четырнадцатой стихи. «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли, и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам ливийным, служащим в Иерусалиме, другую десятину продавал. И каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме». Тогда Тавит сказал ему, «Брат, иди, благополучно, и не гневайся на меня за то, что я спросил о колене и роде твоем. Ты доводишься, брат, не из честного и доброго рода. Я знал Ананию и Анафана, сыновей Семея Великого. Вы вместе ходили в Иерусалим на поклонение с первородными и десятинами земных произведений, ибо не увлекались заблуждением братьев наших. Ты, брат, от хорошего корня». Вот смотрите, как сегодня только станешь, говорит, а что ты про себя говоришь? Я спрашиваю, Тавит почему про себя говорит? Ну а как сказать, говорит, я один. Вот она говорит, один часто ходил, а где остальные? На остальные не стали, разложился, народ уже, не надо на это смотреть. И он оставил пример вот в этих стихах. Он один ходил и платил три десятины. И прямо подробно об этом рассказывает, на что шли эти десятины и как. Сегодня люди, когда говоришь, а вот я встретил человека, еще как-то, вот я скажу о себе. Я вот первый раз услышал это в 62-м году, десятина. А что такое десятина? Мне доходчиво объяснили люди, которые платят. Так она что, божья? Да, божья. А я работал на корабле, учился на штурм, на высшей мореходной школе. Для меня это было достаточно. Я сразу же решил, внутри себя, я буду платить 9 десятин. А как ты проживешь на это? Буду работать на двух-трех работах. И 50 лет я провел в таком состоянии. Все время на двух-трех работах. Выработка у меня была, видимо, самая большая в тресте. Все время 280-300 процентов. Плотник, каменщик, бетонщик, печник. Мне хватало. Свободные дни переплетаю книги о переплесчих реставраторах. В уголовном розыске собаку подсаживаю в виллерный магазин. У меня отовсюду шли деньги. Но из них только десятая часть оставалась и мне. Я кого-то подвиг к этому, чтобы подражали. Пока ни одного за 50 лет никого не нашлось. А мне зачем за это смотреть? Я ходил во имя Бога. И со мной ходил ангел мой. Так и священники больше нуждаются. А я не говорил, что отдать именно священнику. Но мы были в храме, мы на борщ и склали. А остальные деньги мы собирали и отдавали баптистам. Так ты же православный. Православный, а баптистам носил. На какой ты православный? Ну, ты решаешь. Почему рядышем времени не судишь? Ты же говоришь, не суди, а меня уже судишь сейчас. Каким баптистам? Отделенным. У которых тайно в подполье где-то печатали там в Прибалтике Новые Заветы. И в котором написано продажа не подлежит бесплатно. Ну, не с неба же они пали. Моя там, вот эти 9-10, а мои были там. Далее, когда я бесплатно для бабушек насчитал и распространял, мы говорим, а фон это все на эти 9-10 покупали. Это все ушло в прокуратуру. Ни ноющего, ни одеялся. Не пропил, не провел, не проблудил, не проездил. Я не просто деньги отдавал, а я знал, куда отдать. Куда отдать? Ну, обязательно отдавал и священнику. Обязательно мы клали в храм. Священник не берет, но мы в храм его положим. Но не во время, когда с тарелкой ходят. У нас это запрещено. Вот у нас вообще не ходит никто. Десятина. А тут висит ящик, что щедро сеет, щедро жнет. Бог любит дающего доброхотно. И все. Кто положил, не положил, мы не знаем ни одного дня. Никто не знает. Но там появляются деньги. Иногда проходит время, говорят, я, говорит, кложал. Там что-то нельзя протолкнуть где-то. Посещает меня не кто-то, а главный банкир. Я просто сказал, говорю, у нас с тарелкой-то не ходят. А вот видишь как? А уже на улице. Он разворачивается и туда. Я говорю, что хотели? Да вот вытаскивать несколько тысяч, идите положите туда. А он еврей. Вот на евреев когда ропщат. А я говорю, когда, да ты кто такой? Кто такой? Я русский природный русак. Из Рязани мой отец приехал. Ну, у меня друзья евреи. И что главное, мусульмане приходят. И мусульманин жертвует, старается помочь. Благословен Господь. Мы разобрали понятие одесетини по Евангелию. Я знаю, какая будет реакция. 50 лет-то все-таки они меня крепко набили. Вот здесь мы читали. Левину, Канилену не дали удел. Как не дали? Да так. 12 колен, а землю-то разделили, захвачены на 11 частей. И левитам не дали ни одного квадратного метра где. В городах, где они будут, там будут жить и все. Десятина. А не платить десятина, у него ничего нет. Но они купят землю. Будет она у них. А почему? Потому что люди должны пахать землю. Должны копать ее. А тебе дал Господь закон Божий. Копай его все время. Поэтому священники сегодня говорят. У меня нет времени. Нет времени. Все, они куда-то спешат, все бегут. Ну, остановись на минуту. Да у меня такая служба. Ну, мне сегодня там заказная молебна отрежь. Это не нужно тебе. Служба остатного, суббота, воскресенье, тебя хватит. Иди к людям, иди благовестуй, проповедуй. Тебя грамоты-то сколько? Тебя учили в семинарии, академии. Кому твоя грамота-то нужна? Если ты другим-то не несешь. Ну, я как с ними разговариваю, а так и передаю. Десятину. А если он не работает священник, не работает десяти, но хватит, еще раз говорю. Потому что которому отдают священнику, а если там приход 50 человек, уходит у него в 5 раз больше, чем у каждого из нас. Он должен делиться с тем, а сколько диакон получает, в 2 раза меньше, чем священник. Ну и остальные прислуги. А у нас никого нет, один священник. И поэтому у него всегда есть, что дать другим. Богу нашему слава, за его святую, божественную десятину. Аминь. Спасибо.